привет ребята добро пожаловать на мой канал сегодня я снимаю видео мои школьные воспоминания которое посвящено первому сентября и выложили это видео тоже 1 сентября надеюсь к утру буду рассказывать о своих каких-то впечатлениях воспоминаниях о том что я пережила в школе покажу какие-то свои школьные фотографии так что оставать в школу я как многие пошла в 7 лет и это была школа которая находилась рядом с моим домом в общем все очень стандартно ничего такого необычно со мной не происходило в этой школе я проучилась все 11 лет и переживала я в этой школе многое но хочу сказать что что меня радует у меня всегда были прекрасные учителя и у меня всегда было знаете плечо на которое я могла опереться то есть те люди которые можно было прийти и сказать что вот у меня такие такие проблемы которые понимали что например в семье сейчас происходит развод и я уже рассказывал о разводе родителей ссылочка будет под видео внизу очень важно было чтобы учитель тоже понимал что я будучи еще ребенком прохожу какой-то очень сложный период своей жизни оказывала мне поддержку моя первая учительница людмила николаевна я до сих пор ее помню вспоминаю с большим теплом к сожалению она ушла от нас в третьем классе и нам пришлось перейти в среднюю школу так скажем то есть мы еще фактически были четырехклассниками но учились мы уже на втором этаже в средней школе и у нас была новая учительница которая пришла из другой школы слава анатольевна которая стала нам наставника можно сказать на всю жизнь потому что это именно тот человек которого я до сих пор вспоминаю с большим теплом с большим уважением которая дала знаете больше даже не столько как ну конечно дала знания очень много знаний помогла сдать успешные экзамены не чувствовать себя лузером по жизни она прежде всего дала вот именно в моральном плане то что многие учителя не дают то есть это был такой человек которому ты мог прийти с утра например перед уроком сесть и разговаривать просто на любую тему рассказать какие у тебя проблемы всегда получить совет в общении с ней не чувствовать себя каким-то маленьким незначительным забитым ребенком то есть она всегда могла понять могла простить она не держала зло и в этой вне всегда оценили то есть это был учитель который был как знаете как часть семьи вот как член семьи и я до сих пор к ней с большим удовольствием прихожу рассказываю о своей жизни если слава Анатольевна сейчас смотрит мои видео передаю вам слава Анатольевна огромный привет от всей души от своего сердца люблю вас очень скучаю во взрослой жизни вас очень не хватает конечно же у меня были еще очень хорошие учителя которых я тоже вспоминаю это одни из моих самых любимых это ольга алексеевна моя ученица по английскому благодаря которой я считаю я имею те знания которые я имею сейчас и ее поддержка в разных олимпиадах в разных конкурсах проектах была просто огромной и я хочу и выразить тоже большую благодарность за то что она в определенные моменты подставляла свое плечо до курировала меня не побоюсь именно этого слова и помогла мне воплотить жизнь какие-то мои амбиции конечно же мне не хватит видео чтобы говорить каждого учителя но этим я лишь хочу вам показать что моя школьная жизнь не была такой негативной как люди зачастую привыкли говорить о школьной жизни то есть мне в школе было плохо мне в школе было неинтересно меня в школе обижали я был вот таким вот забитым мальчуганом или девчонкой меня не слушали учителя или там меня учителя постоянно гнобили то есть я не знаю мне кажется мне очень повезло со школы в том плане что у нас всегда была какая-то движуха нам всегда было интересно приходить в школу навсегда было интересно участвовать в чем-то не было наверное ни одного мероприятия в котором я бы не не поучаствовала как участник либо как организатор либо как помощника организатора знаете всегда можно было если даже ты не имеешь амбиции как-то себя проявить до определенным способом а если имеешь амбиции тебя всегда шли на встречу всегда поддерживали так скажем какие-то твои идеи многие школьные мероприятия например даже школьный гимн он взят по нашей инициативе из той песни которую выбрали мы еще много лет тому назад в общем это классно знаете осознавать что ты вносишь какую-то лепту в историю школы если рассказывать об отношениях с одноклассниками могу сказать что я никогда не чувствовала себя каким-то знаете забитым учеником или какой-то знаете вот девочка для битья или еще что-то у нас был достаточно дружный класс конечно были разные конфликты как и в любом классе но в то же время мы были очень сплоченные мы умели работать в команде хотя были такие люди которые например свое я вставили выше других и хотели откусить больше кусок пирога но это нормально это во многих классах школах происходит поэтому знаете обращать внимание на таких людей я всегда старалась их игнорировать либо просто знаете вот там собака лает на слона то есть из того что мне запомнилось о школьной жизни мы ходили вместе на драки то есть школа на школу у нас такая как-то один раз была история причем мальчишки собирались драться даже те которые боялись которые просто стояли тряслись и сикались они тоже были готовы идти драться а девчонки за своей стороны они бинтовали руки я тоже бинтовала руки мальчишкам чтобы им не было больно или мы там не знаю закладывали что-нибудь тяжелое чтобы там удар по посильнее конечно же директора в конце концов все это выяснили и всю эту лавочку прикрыли потом все получили по щам девчонки в том числе хотя нас больше знаете так сказали так так делать нельзя и так тихоря молодцы что поддержали то есть знаете как то даже директор несмотря на всю свою строгость она была вполне лояльно если найти так скажем подход к этому человеку можно было тоже всегда с ней договориться и заслужить у нее какое-то свое уважение еще из каких-то школьных запомнаний конечно мне запомнилось то как мы отмечали праздники младшей школе это было так скажем не так широко и не так распространено то есть например если там 8 марта мальчики скидываются на подарки что-то покупаю дарит если там 23 февраля девочки что касаемо 8 марта кстати была такая неприятная тенденция у нас младших классах пару лет это то что например мальчики каждый сам купил подарок на девочек выставляли у доски всех в ряд и мальчик подходил и дарил подарок то девочки который ему нравится больше всего или нескольким девочкам то есть у нас зачастую случалось так что две три четыре пять девочек стояли там с полными руками подарков а все остальные как серые мышки такие типа ну ладно сегодня не получила ну может быть когда-нибудь я вот была среди тех девочек которые в основном подарков не получали так что ну да меня это тогда расстраивало потом как-то я не знаю мне кажется мы подзабили на это дело причем с годами у нас стала началась другая тенденция когда мальчики стали скидываться конкретно на подарки покупать всем одинаковые например вот и да это было намного приятнее что никто не остается обделенным никто не стоит там без подарка такой весь грустный забиты конечно же самые классные праздники у нас были старшей школе когда мы праздновали не только 23 февраля и 8 марта мы праздновали многие другие такие как хэллоуин новый год могли сходить куда-то вместе то же самое какой-нибудь клуб вместе с одноклассниками либо а мы просто собирали школе делали как потлак кто что принесет из еды алкоголь не алкоголь нам даже без алкоголя было весело мы играли в мафию там обматывали столицы бумагой какие-то не за песни пели под гитару то есть всегда было то чем можно было заняться и мне в школе это всегда нравилось и всегда чувствовал себя причастны к чему-то это всегда очень сильно поддерживала плюс одноклассники у меня очень все интересные люди и у нас произошла такая ротация после девятого класса когда все определились тем профилем куда они собираются поступать но более или менее определились нас распределили на три класса то есть какой у нас был филологический информационно технологический и такой обычный универсальный универсальный пошли те которые вообще не определились информационно-технологический там было очень много математики физики информатики филологически следовательно, русский и английский литература. Я была в филологическом, некоторые мои друзья остались в филологическом, кто-то был в информационно-технологическом, вот. Но, тем не менее, даже несмотря на то, что мы все перемешались, было очень классно познакомиться еще ближе с теми людьми, которые учились в параллели, и мы как-то тоже сблизились, у нас всегда было весело, веселые уроки, как мы смеялись. Там иногда потруднили над учителями, тоже не без этого. В девятом классе в аттестате у меня была всего одна четверка по химии, и как-то за два года я успела ее подтянуть, договориться с ученицей химии, показать ей, что я стараюсь, я что-то делаю, какую-то активность проявить. Как все знают, в одиннадцатом классе у меня был отличный аттестат, у меня есть золотая медаль, здесь выложу вам фотографии с нашего выпускного. Хочу анализировать всю мою школьную жизнь и ту жизнь, которую я веду после школы, хочу сказать, что я очень скучаю по школе. Хотя бы по тому, как мы жили, с какими людьми мы общались, какой у нас был класс, какая у нас была веселая, классная жизнь, несмотря на то, что приходилось. Но каждое утро рано вставать, идти на какие-то нелюбимые предметы. Я вообще не любила математику. Она мне не давалась, я ее не любила. Она мне была абсолютно, как, вы знаете, если человеку камень на спину положить и сказать, давай, иди 10 километров. Вот для меня точно так же. Для меня было удовольствие литература, где можно было поговорить, выразить свои мысли, проанализировать. Мне всегда нравился английский. Я всегда была в восторге от физкультуры. Я любила играть в волейбол, в волейбольной школьной команде. То есть, так скажем, были любимые предметы, были предметы, которые, так скажем, есть, нет, без разницы как-то. Нужно сдавать, окей, сдадим. Были предметы, которые я не любила. То есть, это была математика и химия. Но знаете, даже несмотря на это, как-то все это хорошо прошло. И я никогда не портила отношения с учителями, потому что очень важно находиться в таких, знаете, адекватных отношениях с ними. Потому что они, прежде всего, решают, да, что у тебя будет в аттестате, как у тебя там дальше пойдут дела. Они могут защитить твои интересы, если вдруг они будут подвергаться какой-либо критике или опасности уже со стороны вышестоящих людей, да. То есть, когда, например, там на экзаменах и так далее, при апелляциях и прочее. То есть, поэтому я всегда считала, что очень важно быть в хороших отношениях с учителями. Не подлизываться, не быть там, знаете, лизоблюдами, а просто быть нормальными людьми, адекватными. Понимать, что учителя тоже люди, что они тоже устают, что они могут прикрикнуть, они могут обидеться, да. Они могут не понять, какие какие-то твои шутки. Поэтому я всегда была таким нейтральным человеком. Постаралась быть понимающим. Надеюсь, что они так меня и восприняли, и так меня и помнят. Завтра я, кстати, точнее уже сегодня, я иду на 1 сентября на линейку в свою школу, чтобы встретиться со своими учителями. Еще учатся ребята тех, которые меня знают, которые меня помнят, и было бы очень классно увидеть их. Потому что многие уже очень сильно выросли, пока мы три года барахтались во взрослой жизни. И, конечно же, поговорить с учителями, просто обнять их, спросить, как у них дела. Время летит, все меняется. Нам всегда приятно увидеть тех людей, которые действительно вложились, действительно вложились эмоционально и физически в твою жизнь. Так что там, напишите в комментариях внизу, какие у вас воспоминания о школе. Позитивные, негативные, что вы пережили. Будет очень интересно их почитать. Надеюсь, видео вам понравилось. Ставьте пальчики вверх, если это так. Всех целую. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok